Продолжение следует... Предатели — это достаточно резкое определение, и естественно, что многие из перечисленных личностей, их сторонников и симпатизантов не будут с ним согласны. Однако исторические факты — штука беспощадная, тем более, когда эти факты были доказаны в судах. Но, как можно догадаться, несмотря на все эти суды, вирус предательства — жизнестоек. Власовщина не закончилась после казни Власова, да и Власов был далеко не единственным, а прямо сейчас на СВО против нас воюют. Хоть и малочисленные, но русские коллаборационистские формирования. Об этом нельзя молчать, нельзя заметать проблему под ковер, как это было в советские времена. Про предательство надо говорить прямо, надо его клеймить, чем мы и займемся. Ну и не забывайте, что многие из перечисленных в этом видео признаны военными преступниками, экстремистами, террористами и просто иноагентами. Всех их мы обсуждаем и желаем им заслуженного наказания. И прежде чем вы начнете просмотр данного видео, я настоятельно вам рекомендую посмотреть первый ролик из цикла. Ну и подписывайтесь на «Осмысл» в Телеграм и ВК, там я буду выкладывать дополнительные материалы по теме. На связи. Я неоднократно обращал ваше внимание, что как-то незаметно, непублично проходят суды над различными нацистами, совершавшими преступления на Украине, что так быть не должно. Зло надо называть его именем, показывать и публично наказывать, как это было, например, в Нюрнберге после Великой Отечественной войны. Но если где-то недорабатывает государственная информационная машина, я считаю, что это не повод сидеть сложа руки, а потому я расскажу вам о судах, предателях и нацистах. Тем более есть отличный повод. В конце ноября российский суд заочно приговорил лидера запрещенной в России террористической группировки «Русский добровольческий корпус» Дениса Никитина к пожизненному заключению. Если бы у нас в стране была смертная казнь, уверен, назначили бы ее, потому что список преступлений впечатляет. Это госизмена, совершение терактов, создание террористического сообщества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. А если еще учесть, что он причастен к убийствам по меньшей мере двух мирных жителей и ранения 10-летнего ребенка, то становится непонятно, что же это за маньяк такой. Но это никакой не маньяк, это обычный предатель. И это выпуск про современных предателей. Про русских, воюющих на стороне Украины. Как я говорил в выпусках, посвященных войне на Украине, война там началась уже давно. И речь даже не про 2014 год. Однако именно 2014 можно считать отправной точкой для русского коллаборационизма на Украине. Как ни странно, все началось с правого движения. С началом русской весны оно раскололось на несколько лагерей. Люди из первого лагеря всецело поддержали русскую весну. Они приветствовали воссоединение с Крымом, оплакивали трагедию в Одессе 2 мая, топили за людей на Донбассе и многие даже отправились туда добровольцами. Тут самым ярким примером и раскола, и первого лагеря является русский националист, основатель издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Еще во время Евромайдана он рассказывал украинским журналистам, что приветствует всю их движуху и будет радостно встречать натовские или украинские танки в Москве, если они приедут свергать Путина. Если вы въедете в Москву на танки, я буду первым кидать цветы под этот танк. Но несмотря на всю его ненависть к Путину, когда украинские националисты начали убивать русских на Донбассе, Просвирнин однозначно стал топить за Донбасс в составе России. Второй лагерь занял нейтральную позицию. С одной стороны, им, конечно, был приятен весь этот русский ренессанс, а с другой стороны, они также были противниками российской власти и Путина. Но еще помимо этого, они считали своих украинских товарищей, в особенности по правому движению, братьями-славянами, с которыми западло воевать. Соответственно, они просто отстранились от ситуации и стали наблюдать за происходящим. И, наконец, третий лагерь. Во всем происходившем на Украине, в особенности на Евромайдане, они увидели для себя возможность для вооруженной борьбы против российской власти. Они исходили из того, что сейчас вот мы поможем украинцам навести порядок на Донбассе, а далее мы уже с оружием в руках поедем в Россию завоевывать власть. И, быть может, украинцы даже нам помогут в знак благодарности. Или нам поможет НАТО. Как знакомо звучит, правда? Подобное мнение присутствует в среде русских коллаборационистов на Украине и сейчас, и в то же самое время. Это очень созвучно с мнением коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны. Еще раз, кто не смотрел первый ролик из цикла «Предатели», обязательно посмотрите. Люди из третьего лагеря, конечно, первым делом стали пополнять различные военные националистические формирования Украины, главный из которых был Азов. Одним из самых первых и известных русских нацистов, оказавшихся в Азове, стал бывший соратник Максима Марцинкевича того самого Тесака Роман Железнов, известный по прозвищу Зухель. Хотя Зухель записывал много видео, что он воюет в Азове, на самом деле он больше выполнял роль военкора, да и то с натяжкой. И делал это недолго. Вскоре у него возник конфликт с азовцами, они выгнали его и опустили. Однако к тому моменту Зухель вернуться в Россию уже не мог. Его объявили в розыск за наемничество. Другой русский Азовец, который и по сей день числится в составе формирования, нацист Сергей Коротких, известных под прозвищами Малюта или Боцман. Также бывший соратник Тесака, который в России находится в розыске за убийство на почве национальной ненависти. Но это помимо дела за участие в вооруженном конфликте против России. Однако весь этот русский коллаборационизм на Украине, начиная с 2014 года и вплоть до начала СВО, эта история настолько малочисленная, что попадает скорее в разряд исключений. Различные перебежчики, предатели были малочисленны и разрознены. А вот уже после начала СВО заявляется о появлении чисто русских коллаборационистских военных формирований. Это Легион Свобода России, ЛСР, Русский Добровольческий Корпус, РДК и Национальная Республиканская Армия, НРА. В начале апреля 2022 года в Киеве прошла пресс-конференция с участием бывших пленных российских солдат, которые согласились стать первыми участниками Легиона Свобода России. В качестве млемы подразделения был выбран флаг так называемых «хороших русских», состоящий из бело-синий-белый полос. Кстати, его придумала проживающая в Германии квир-персона, самоопределяющая себя как «оно». Участниками пресс-конференции стали уроженец города Каргат из Новосибирской области, младший сержант Андрей Чеботаревский, сержант ОМОНовец из Новокузнецкой Евгений Плотников и уроженец Саратовской области, старший сержант 15-й отдельной мотосорелковой бригады Сергей Галкин. Представители ЛСР заявили, что они намерены с оружием в руках защищать Украину, свергать власть в Россию, чтобы потом построить у нас здесь новое демократическое государство по заветам Петра Столыпина. Важно отметить, что первым, кто на Украине стал пиарить ЛСР, стало главное управление разведки вооруженных сил Украины, что как бы намекает, откуда ноги растут. Представители ГУР охотно давали интервью украинской и иностранной прессе про ЛСР, что, дескать, есть на свете хорошие русские и они воюют в составе ЛСР, что якобы легионеры уже добились серьезных успехов на фронте и так далее. Правда, тут случился конфуз. За исключением выступления легионеров на пресс-конференции в Киеве и того, как они получают украинскую военную форму, с ними больше не было никаких видео или фото, в особенности подтверждающих тезис о том, что они якобы успешно воюют. Поэтому под видом боевых операций ЛСР украинские СМИ стали распространять кадры действий украинского подразделения «Кракен» в Харьковской области. В дальнейшем и по сей день вышеназванные участники ЛСР пропадают из информационного пространства, а место командира легиона занимает 50-летний Максимилиан Андронников с позывным «Цезарь». Хотя участники других русских коллаборационных формирований дали ему обидное прозвище «Человек-Салат». Андронников родом из Сочи, но жил в Санкт-Петербурге. Долгие годы он был участником разных праворадикальных националистических группировок. Вообще уехать воевать за Украину он планировал еще в 2014 году, но тогда у него родился ребенок, а потому он отложил эти планы. В выпуске «Торговцы Родина» я рассказывал, что первым совместным боевым крещением как Легиона Свобода России, так и русского добровольческого корпуса стало их нападение на Белгородскую область 23 мая 2023 года. Вторжение было хорошо спланировано и поддерживалось тяжелой техникой. Однако в течение суток боевики сбежали обратно, чтобы не втягиваться в полноценные бои с прибывшей в район российской армии и погранслужбой. И хотя заявлялось, что все это провернули исключительно русские коллаборационисты, множество фактов говорят о том, что основу нападающих составляли сотрудники ГУР Украины. И символично, что всего за неделю до нападения на ресурсах коллаборационистов появилось совместное фото лидеров ЛСР и РДК. Оно сделано на фоне памятника кораблю «Железняков», установленном на Рыбальском полуострове в Киеве. Именно там располагается штаб-квартира ГУР Украины. Зачем понадобилась эта встреча и это фото? Потому что надо было подружить между собой эти два подразделения. Ведь в отличие от «Легиона», где основу составляли бывшие российские военнопленные, РДК собирался из добровольцев, идейных русских националистов, которые хоть как и легионеры тоже хотели изменить с оружием в руках власть в России, но все же саму эту прекрасную Россию будущего видели совершенно иначе. Например, без Северного Кавказа в составе России, или точнее, без лиц кавказских национальностей на Северном Кавказе в составе русского национального государства. Вторая причина для встречи – показать всему миру, что Украина не имеет отношения к нападениям на территории России, что это якобы русские стали уже воевать с русскими, а Украина ни при чем. Лидером РДК стал известный русский нацист Денис Никитин, хотя настоящая его фамилия Капустин. Он родился в Москве, но далее переехал с матерью в Германию. Сам Капустин про это не любит говорить, но переезд состоялся по программе для еврейских репатриантов. Пусть вас ничего не смущает, факт того, что Капустин – потомок евреев, никак не помешал ему ощутить себя истинным арийцем и влиться в тусовку немецких скинов и футбольных ультрас. Однако уже в зрелом возрасте у Капустина начались проблемы законов в Германии, и он вернулся в Россию. Здесь он основал бренд White Rex, продавал мерч с рунами и основал одноименную бойцовскую лигу. После начала войны в Донбассе в 2014 году поддерживал тесные связи с нацистами из Азова. В 2017 окончательно переехал на Украину. Кстати, способствовал этому Сергей Коротких, о котором я говорил выше. И это важное знакомство, потому что через год Капустина задерживает СБУ за торговлю наркотиками. Однако связи в Азове помогают ему быстро выйти на свободу. Вероятно, это было сделано еще и в рамках сделки. Украинские силовики не трогают и даже, возможно, помогают Капустину, а когда начинается война с Россией, то он возглавляет подразделение русских коллаборационистов. Первая публичная операция с участием РДК состоялась 2 марта на территории Брянской области. Также при поддержке гуру Украины коллаборационисты зашли на нашу территорию, убили двух мирных жителей, несколько ранили, включая 10-летнего ребенка, записали пропагандистские ролики и сбежали обратно на территорию Украины до подхода наших сил. Но если Легион, Свобода России – это такие боевые либерал-демократы, а РДК – это самые настоящие фашисты по политическим взглядам, то Национальная Республиканская Армия, НРА – это сборище анархистов. Хотя это тоже, конечно, все условно, потому что это сетевая структура безъявного лидера, которая занимается только террористическими атаками на территории Российской Федерации, и якобы именно они стоят за убийствами Даши Дугиной и Владлена Татарского. Хотя, учитывая, что даже на Западе ни для кого уже не секрет, что за убийствами Дугиной и Татарского стоят украинские спецслужбы, то НРА можно вполне считать абсолютно мифической структурой, тем более, что о всех ее действиях мы знаем только со слов одного единственного человека – беглого экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, о котором я подробно рассказывал в выпуске «Торговцы Родины». Пономарев – это связующее звено между всеми вышеперечисленными подразделениями коллаборационистов. Он представляет их на политической арене, на так называемом Форуме Свободных Народов Построссии. Это своеобразное правительство в изгнании. Как я и рассказывал в первом ролике из цикла «Предатели», в годы Великой Отечественной войны все было то же самое. Были разные коллаборационистские формирования, и большую часть из них старались объединить в состав РУА – Русской Освободительной Армии под командованием генерала Андрея Власова. Но сама РУА входила в состав Вооруженных Сил Комитета Освобождения Народов России, сокращенно Конр. Это и была та самая политическая платформа якобы правительства в изгнании. На этом исторические параллели, конечно, не заканчиваются. Например, у членов РДК периодически мелькают патчи с символикой РУА. Это их мало чем отличает от тех же украинских националистов, которые нет-нет, да нацепят патчи с символикой Третьего Рейха. Но я считаю, надо провести еще одну историческую параллель. Надо не только победить на Украине, но и отловить оставшихся в живых русских коллаборационистов и предать их публичному, открытому суду. То, что лидеры РДК признали виновным и заочно приговорили к пожизненному сроку, конечно, греет душу. Но проблема предательства должна решаться не только самим фактом наказания, но и назидательным примером. Каким, спросите вы? Место каждого предателя в петле или головой на наковальне. Но так как у нас моратории на смертную казнь, то их место за решеткой.